Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Будылева Дарья Александровна. Я педагог дополнительного образования школы номер 14-20, программа дополнительного образования «Основы права». И сегодня мы с вами продолжаем изучать органы государственной власти Российской Федерации. Тема нашей сегодняшней лекции – Федеральное собрание. Федеральное собрание – это парламент Российской Федерации, который является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное собрание у нас состоит из двух палат. Совет Федерации и Государственная Дума. Совет Федерации, соответственно, это верхняя палата парламента, Государственная Дума – это нижняя палата парламента, представительный орган, депутаты которого избираются выборами населения. Совет Федерации, в свою очередь, состоит из сенаторов Российской Федерации. В Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта федерации, по одному от законодательного, то есть представительного органа, и по одному от исполнительного органа государственной власти. Данные представители входят в Совет Федерации на срок полномочий соответствующего органа, который они представляют. Далее президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий либо в связи со стечением срока пребывания в должности, либо досрочно в случае отставки президента, пожизненно входит в Совет Федерации. Президент, прекративший исполнение своих полномочий в связи со стечением срока пребывания в должности или досрочно, вправе отказаться от полномочий сенатора РФ. Также в Совет Федерации входит не более 30 представителей РФ, которые назначаются президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно. Общее число сенаторов РФ определяется исходя из числа субъектов РФ и числа лиц, которые осуществляют полномочия сенаторов РФ. Сенатор РФ требования к тому, чтобы стать сенатором. Первое, необходимо быть гражданином РФ, достигнуть возраста 30 лет, необходимо постоянно проживать в РФ, также необходимо не иметь гражданства иностранного государства, либо же вида нажительства или любого иного документа, который подтверждает право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Сенаторам РФ запрещается открывать и иметь счета вкладных, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые расположены за территорией РФ. Представителями РФ в Совете Федерации, которые осуществляют полномочия сенаторов РФ пожизненно, могут быть назначены граждане, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере госдеятельности, общественной деятельности и т.д. Ребята, сразу же должна прокомментировать, на фотографиях вы видите сенаторов Совета Федерации, Федерального собрания РФ, но это просто сенаторы, каждый из них представляет определенный субъект. Если вам будет интересно более подробно изучить, кто какой субъект представляет, зайдите на официальный сайт Совета Федерации, структуру Совета Федерации, там все очень подробно и ясно написано и описано. Возвращаемся к лекции. Представители Российской Федерации в Совете Федерации, за исключением тех представителей РФ, которые назначаются на пожизненный срок, так вот оставшиеся представители Российской Федерации назначаются сроком на 6 лет. Что касается Нижней Палаты, то Госдума состоит из 450 депутатов, т.е. здесь строго регламентировано количество депутатов. Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. Депутат Государственной Думы должен быть гражданином РФ, достигнуть 21 года, иметь право участвовать в выборах, постоянно проживать в Российской Федерации, не иметь гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает права на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Кроме того, депутатам Госдумы, также как и членам Совета Федерации, запрещается открывать, иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые расположены за пределами территории Российской Федерации. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Также депутат Госдумы не может быть депутатом иных представительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Депутаты Госдумы работают на профессиональной, постоянной основе. Они не могут находиться на государственной службе и заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Исключение из этого, правда, составляют преподавательско-научная и иная творческая деятельность. То есть деятельность направлена на выражение каких-то своих творческих или же научных способностей. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Это означает, что они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному рассмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. То есть все-таки из правила неприкосновенности есть определенные исключения. Кроме того, вопрос о лишении неприкосновенности может быть решен по представлению Генерального прокурора Российской Федерации в соответствующей палате Федерального собрания. То есть если дело касается депутата, то тогда Госдума решает, лишается его неприкосновенности или нет. Если же это касается сенатора, то Совет Федерации решает, лишать ли своего члена неприкосновенности или же нет. Федеральное собрание в целом является постоянно действующим органом. Здесь особенно важно то, что касается Государственной Думы, поскольку это представительный орган государственной власти. Государственная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Также президент Российской Федерации может созвать заседание Госдумы ранее этого срока. Первое заседание Госдумы по традиции открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы Госдумы нового созыва, полномочия Государственной Думы прежнего созыва, соответственно, прекращаются. Вот такой краткий экскурс по Федеральному собранию Российской Федерации. В следующий раз мы с вами более подробно рассмотрим деятельность каждой палаты Федерального собрания и изучим другие интересные вопросы, касающиеся нашего с вами парламента. А пока спасибо за внимание и до встречи!